у нас уже вечер я тут хожу по дорожке нашу котелу меланию что да я тут тут хожу укачиваю меланию по дорожке а сегодня у нас прекрасная погода даже вечером уже получается почти восемь часов вечера мы в кофточках всего лишь днем была жара что ходили переодеваться скидывались все ходили в футболках вообще просто лето прям пришло нежданно не гаданно очень классно очень-очень здорово сегодня занималась некоторыми посадочками интересным способом посмотрите если интересно их муж наконец накрыл теплицу закрыл пленкой так что можно там наводить порядок смело и высаживать рассаду еще у нас сегодня был дождичек вот такой небольшой и была настоящая гроза ну как раз первые числа мая и сразу вспоминается вот это люблю грозу начале мая да красота тепло когда полет со мной тут рядышком вот в общем ну гроза как-то сторона обошла чуть погремела чуть посверкала к сожалению это я вам не сняла потому что укладывала в это время малышей своих спать это не как а грязные ну грязные болтики сейчас вам покажу что он делает да скажу папы тут в поддончике всякие болтики от разбора да 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 что это такое шурупики какие-то что он делает это вот он и 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 Так, вот здесь вот мы подклеим, сейчас будет отлично. Буду сажать редиску вот в такие яичные лоточки. Каким образом это делается? Яичные лоточки укладываются в землю, чуть разгребленную, так скажем. Укладываются плотно, чтобы внутри там была земля, плотно прилегала. Потом засыпаются они чуть землей, кладутся семена в каждую ячеечку и присыпаются еще раз землей. Ну, как бы прежде чем класть семена, мы их хорошо проливаем, чтобы все это было мокрое-мокрое прям. И какой плюс в таком выращивании? Лоточки дольше держат влагу, когда намокают. Меньше дают расти сорнякам между посевами нашими. Плюс расстояние оптимальное для выращивания, как раз редисочки получается. И я однажды пробовала такой способ, мне он понравился. Ну и считается, что картон, когда разлагается, это дополнительное питание для червячков. Вот таким образом проливаем с землей вместе. Сейчас это все впитается. Где земля немножко трамбовалась, ушла, я досыплю. И полью еще раз. То есть, ну, можете видеть, да, где водичка стоит, где уже не стоит, впиталась. Наша задача, чтобы вся картонка полностью-полностью пропиталась. Вообще, эксперименты многие такие ставят, ну, такие посадки делают. И кто-то боится, что яичные вот эти вот ячейки, они, как бы, будут подсыхать или что-то. И корешки, редиски не смогут уходить в землю. Протыкают, делают дырочки. Кто-то говорит, что, ну, то есть показывают, наверное, на ютубе я смотрела, что показывают эксперименты без дырочек сажают, и все нормально растет. Потому что картон там промыкает внутри. И, то есть, ну, дырка самообразовывается. Я пробовала делать и так, и так, разницы не увидела, когда сажала в прошлый раз, в прошлом году. Вот, поэтому дырок не делала в этом году никаких. Буду сажать так, но потом поделюсь с вами, что у меня в итоге получится. Сонечка мне помогает сажать редисочку. Изъявила желание сама класс семечки, да, Саня? В общем, получается, по одной семечке в каждую ячейку. Очень удобно, и ребенок не запутается. В общем, Соня убежала, остык сажала я сама. А, и теперь получается вот таким вот образом мы просто присыпаем землей. Получается, ну, там корешочки лишние убираем, соответственно. Вот, присыпаем землей, чтобы вот эти вот штучки все были, как бы только торчали вот эти вот холмики наши. Вот, и таким образом получается очень, ну, не знаю, мне понравилось, по крайней мере, в этом году. Не знаю, получится или нет. Мы эксперимент посмотрим вместе с вами. Вот, ну, такая посадочка редиски. Немного, у меня было 6 лоточков всего яичных с прошлого года оставалось. Я спрашивала, в магазинах у нас фасуют яйца, сами в пакетиках продают. Поэтому у них эти яичные лоточки остаются. Вот, и так, как вариант, если есть возможность у вас взять таких лоточков, то очень хороший вариант получается. И вот это я засыплю, и там все влажное, поливать я уже не буду. У меня получается по ширине грядки влазе 2 лоточка, 3 уже не помещается. Но остается край. С краю я специально вот здесь, вот, здесь оставила место. И посажу с краю что-нибудь свеклу, например, какую-нибудь, то есть в рядочек в один прям. Либо можно зелень какую-то посадить. Ну, во всем, то, с чем может соседствовать редиска. Вот, чтобы место не пропадало. Так что, вот такие вот дела. Можно так прихлопнуть все, чтобы, как бы, не это... Хотя нужнее нет, чтобы рухонько осталось, может, так землянки, да? Вот, зато землю мы поливать уже не будем, и, соответственно, корка никакая образовываться у нас не будет. Вот, мусор какой-то у меня тут встречается. В общем, буду закапывать, друзья. Нету? Чего нету? Луны нету? Да, Луна видна, да. Коля тут ходит, смотрит, что видна Луна, да? Да. Что там? Что там такое? Расскажи маме. Что? Что там? Луна? Вот это да, скажи. Мы гуляем в легком костюмчике, а днем была вообще жара. Да. Красота, правда? Да. Что у тебя, цветочек? Покажи маме, какой цветочек у тебя. Ой, какой красивый. Маме, я тебя люблю, люблю, люблю. Тебя тоже люблю. Офигни, детки, красавчики мои. Сегодня гуляем в легкой одежде, потому что тепло. Маме, мне там Костя немножко угостил мороженое. Ну ладно, спасибо сказала. Да. Хорошо. Это был маленький кусочек, вот такой. Хорошо, ладно, молодец, что сказала ему спасибо. Он очень вкусный, он пломбировый. Пломбир называется. Пломбир. Мы тут на углу нашей дороги, скажи, развлекаемся, как можем. Как залазишь, покажешь еще? Коль, у нас тут лазилка местного формата. Он на эти блоки залазит и падает на попу, встает. Полазит. Соня тут прыгает, как козочка на этом холмике. А ему-то тяжело, но он туда все равно лезет. По-всякому, да? Надо ему там походить, сверху, на пригорке. И, в общем, довольный. Да? Спускаться будешь? Прыгать будешь? Ну давай, аккуратненько только. Боишься? Боишься? Тебе, может, ручку дать? Угу. Сам будешь? Ну давай. Так будешь спускаться? Понятно. Ой, хороший. Опа! Вот какой молодец. Слез, да? Что, пойдем к Соне? Да. Еще здесь походим, погуляем, да? Ага. Ну давай, полази еще. Скажи, на площадке нельзя, приходится развлекаться как можем. Да. Да, красавчик мой. Что там, тоже муравьишки, что ли? Да? Покажешь? Не вижу. Там, ааа, там тоже муравьишки. А тут не видно их. А так видно, вот муравьишки бегают. Травки увидел. Да? Маль, скажи, как интересно за природой наблюдать. Правда? Да. Ну ладно, лезь, залезай. Будешь залезать-то? Угу. Будешь смотреть на муравьев? Да? Ой, радости сколько. Сколько радости. Сколько. Кто там? Расскажи маме. Скажи, муравей. Муравей. Коль, скажи, муравей. Муравей. Что такое? Уползает, да? Убегает. Угу. Не хочет, чтобы Коля его поймал. Уползает, убегает. Вот так вот. И у нас такие тучки идут. Да. Машина там едет, слышно? Да, слышно. То ли вертолеты тут летают. Мне кажется, и немножко подгрохивает, подгрямывает что-то. Может, еще гроза будет. Это, кстати, вертолет, наверное, где-то летит. За облаками не видно. Шумит, да? Такие тучки к нам идут, что я думаю, что сейчас опять будет дождик, наверное. Вот. Красиво, конечно, все это. Красиво. Облачка, тучки. Да? В машинке ездит, слышно? Понятно. Вот такая погода непонятная, переменчивая весной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!